так придется искать обходную дорогу здесь можно пролезть нужно добраться пока есть новое местечко а и и Субтитры сделал DimaTorzok Димыч, а не хочешь ли ты уложить качество контента на своем канале? Но у меня недостаточно золота! Я пришел с долины рудников, но по дороге суда меня ограбили бандиты и отобрали всю руду и золото, поэтому я сейчас на мере. Знаешь, у меня здесь неподалеку зарыт клад. Только бы вспомнить где. Точно, я вспомнил где это. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот, держи. Это поможет тебе развивать канал. Спасибо тебе, путник. Твои сбережения помогут мне развивать канал. Спасибо за твою помощь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ммм, Дямыч, а когда тоталвар? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Скоро, очень скоро будет ваш тоталвар. Еще раз спасибо тебе, путник. И пойду развивать контент на канале. Еще раз спасибо. Так, итого мы помогли Тямычу для развития его канала. Так, ну думаю, что этого будет недостаточно. Нужно найти еще поддержки. Найти еще людей, кто к нему присоединится и поможет ему. Да уж, действительно неудивительно, почему после этого ролика Ди Каприо не получил Оскара. У него не было просто шансов, на самом деле, друзья. Так, ладно, собственно говоря, юмористическая часть данного видео, она подошла к концу. Ну и, в принципе, вот эта уже основная поясняющая часть, которая, собственно говоря, поясняет, почему для чего все это было сделано, да, она будет не менее позитивной. Итак, собственно, друзья, ребят, хочу сразу пояснить, что у меня действительно очень много планов по развитию самого нашего главного канала, да, Games Total Wars. Плюс ко всему у меня еще входят в мои планы в ближайшее создание еще двух дополнительных каналов. Соответственно, один из каналов будет посвящен, по сути, своей видеоблогингу на самые различные тематики. И это могут быть самые разные видео, то есть это от каких-то лайв-видео, да, там, где я записываю какие-нибудь видео, где я свое мнение озвучиваю по тем или иным темам или вопросам, или, например, прохожу какие-нибудь игры, которые, ну, формат которых не подходит под формат нашего канала. Короче говоря, абсолютно рандомные видео, все, что угодно, ребят. Это первый канал, да, такой под лайв общение больше заточенный. И второй канал, который я планирую создать, он будет, как я уже говорил, кстати, на предыдущих стримах, если кто смотрел внимательно, да, то поймут. Он будет посвящен рок-музыке. То есть на этом канале мы будем освещать рок-музыку в целом, да, как явление. Будут выпускаться музыкальные новости и, пожалуй, самый главный, самый главный контент на том музыкальном канале, который будет, это история успеха, да, история становления различных рок-групп или рок-исполнителей. Соответственно, это все требует времени и, самое главное, оборудование. К сожалению, то оборудование, которое я хочу, я его сейчас на данный момент не имею. И в ближайшее время, да, его там по-быстрому, по-дешевке приобрести тоже не представляется, к сожалению, возможным. А то, что я хочу из оборудования, которое мне надо, это, скажем так, три. Три самые главные вещи, это видеокамера, это хромакей и третье, это микрофон-петличка. Собственно говоря, это три самые главные вещи, которые нужны для воплощения моих задумок. Причем, сразу хочу сказать, то, что данное оборудование, оно потребуется не только, например, для лайв-видео, да, или для музыкального канала, но еще и для игрового канала, к которому вы привыкли, потому что, к примеру, у меня, знаете, многие спрашивают насчет того, что, Тяма, почему бы тебе бы не поснимать какие-нибудь ролики, обзоры различных модов, например, на Total War, или вообще, в принципе, игровыми обзорами заняться. И вот как раз-таки вот это оборудование для видеоблогера, да, которое нам нужно и необходимо, оно как раз позволяет вывести вот это вот все дело, да, на принципиально новый уровень. Только представьте, то есть, к примеру, делаем мы какой-нибудь обзор на какую-нибудь мод или на новую игру. Как обычно, я думаю, многие знают и видели такого гражданина на западном ютубе, как Angry Joe. Так у него обычно видео, как делаются, производятся. То есть выступает он перед видеокамерой, да, и сзади него создается, ну, скажем так, какой-то виртуальный фон. Из различных игр, например, да, или какой-нибудь там фон, который сам Angry Joe там делает, да. И получается реально очень интересно и качественно. То есть рассказывает он, например, про какую-нибудь там игру, про какой-нибудь Far Cry, да, например, третий. Вот. У него там на заднем фоне, соответственно, кадры из игры идут. То есть, как либо кадры, либо сам геймплей. Он находится на переднем плане, все очень красиво. Еще какие-нибудь он там подрисовывает дополнительные эффекты в видеоредакторе. Короче говоря, получается просто не обзор, а конфетка просто мааа. Вот. Примерно то же самое для игрового канала хочу сделать так же и я. Если у меня все получится, да, то это будет реально, скажем так, новый уровень качества для канала. И, соответственно, вам тоже смотреть будет все приятно. Но, опять же, как я сказал, к сожалению, для этого нужно оборудование, которое у меня нету. Помимо еще видеокамеры, хромакея и петлички, еще нужны множество мелочей. Там такие, как там штатив, крепление для этого самого хромакея и остальные мелочи. Вот. Но это, как я как-нибудь думаю, мы сами своими силами приобретем. Но вот основное, да, вот эти вот три вещи. К сожалению, ребят, финансы мне не позволяют это все приобрести. Потому что самое главное, опять же, это видеокамера. С видеокамерой тоже надо быть с выбором камеры очень аккуратным. Потому что если сэкономить на средствах, потом можно очень сильно по этому поводу пожалеть. Но я выбрал сейчас самый оптимальный вариант, который нашел у нас в городе. Это камера Panasonic V770. Очень она сбалансированная. По соответствию цены-качества. То есть там снимают Full HD. Можно к камере прилепить микрофон. Стабилизатор хороший. Качество изображения само по себе тоже очень-очень хорошее для камеры такой цены. Но опять же, цена сейчас на эту камеру стоит около... Она сейчас стоит около 31 тысячи рублей. На шару таких денег я сейчас взять не могу. И, соответственно, чтобы на нее накопить, придется ждать очень и очень много времени, ребят. То же самое касается хромакея. Качественный хромакей, соответственно, он тоже стоит там где-то примерно под 5-6 тысяч. Ну, не такой-то там какой-нибудь китайский колхозный, да. Такой нормальный более-менее. Вот, качественный, да. И опять же, микрофон, да. То есть петлички бывают разные, но я, например, свой выбор остановил на очень качественные петлички. Называется она аудиотехника. И, конечно, тоже она не из дешевых. Зато по качеству звучания обойдет там любые китайские петлички там за 100-200 рублей. Реально есть охота действительно для вас же делать качественный контент. Но вот пока что, к сожалению, с курсом, да, нашим, в ближайшее время без сторонней помощи собрать нужную сумму не представляется возможным, ребят. Вот поэтому я, соответственно, хочу до вас донести то, что я запускаю сбор средств на вот эти все нужные элементы оборудования. То есть это видеокамера, это, соответственно, хромакей, это петличка, ну и всю остальную мелочь там докупим собственными силами. Соответственно, я никого не принуждаю там насильно как-то, да, там заставляться скидываться. Но, ребят, вот действительно, как бы вот эта вот нужная сумма, нужно нам собрать около 40 тысяч рублей. Намного быстрее сбор пойдет, если присоединитесь вы, да, то есть там те, кто там хочет как-то поддержать мои начинания, да. И опять же, я не призываю там прям скидывать какие-то крупные суммы. Я буду рад даже каким-то самым минимальным суммам, хоть там, не знаю, хоть рубль, хоть 10 рублей, да, там 100, там, кому не жалко, там, может, и больше закинут. Вот, но самое главное, что, ребят, я хочу сказать, тем самым вы мне очень сильно поможете в создании качественного контента на моем вот сейчас игровом канале и плюс еще на будущих двух каналах. Само собой, даже если в случае каких-то форс-мажоров я все равно это оборудование закуплю. Вот, но, опять же, без вашей поддержки это может застопориться на очень большой и продолжительный промежуток, чего я, конечно, бы не хотел. И, соответственно, если мы соберем с вами нужную сумму, то потом остальную накупленную сумму, да, там, свои личные средства я, например, могу сохраненные, да. Я могу потратить на то же благое дело, это пиар и раскрутка канала, потому что, сами вы понимаете, сейчас пиарить канал у нормальных, скажем так, видеоблогеров популярных, да, ну, это удовольствие не из дешевых и, соответственно, я думаю, то, что я в пиар-канала, наверное, вбухаю примерно столько же, сколько мы соберем на нужное нам оборудование, если, конечно, ну, чуть поменьше может быть, но, сами понимаете, что расходы примерно сопоставимые. Плюс ко всему, у меня также в планах в ближайших есть переезд в Москву на постоянное место жительства, ну, по разным причинам, по многим, если точно сказать, и приходится тоже и на это еще свои личные сбережения откладывать, вот, и поэтому столько вариантов, как бы, я хочу их охватить всем, и, как бы, я, что хочу сказать, вы меня знаете, да, то есть я уже более трех лет нахожусь на ютубе, я все свои силы отдаю, собственно говоря, вот этому вот делу. Не мне вам объяснять, да, вы сами видите мое отношение к подписчикам, мое отношение к вам, мое отношение к делу, то, что если я что-то и делаю, то делаю это, ребят, на совесть. И вот сейчас как раз настал такой период в моей жизни, вот, в жизни канала, то, что я понял одну вещь, то, что, блин, надо вот именно сейчас делать принципиально качественный скачок, вот, как по контенту и по всему остальному. Мне кажется, что именно сейчас наступило время, которое вот прям вот благоволит, как и мне, так и каналу, на дальнейшее, вот прям, знаете, такое броуновское движение, очень интенсивное развитие. Вот мне кажется, сейчас, блин, вот по-любому пойдет по руку, ребят. И если вы хотите меня поддержать, то, соответственно, вот вы можете увидеть в этом видео, как в самом видео, так и в описании к ролику, необходимые кошельки, да, то есть куда вы можете скидывать, соответственно, пожертвования, вы очень сильно мне в этом деле, ребят, поможете. Я действительно очень рассчитываю на вашу помощь. Опять же, никого не принуждаю насильно, ребят, я все понимаю, то есть я там не требую каких-то крупных сумм, я не требую даже, там, от вас скидываться, если, там, у вас у самих тяжелая финансовая ситуация. Я вообще, как бы, насчет этого все понимаю. Вот, но, как бы, если вы, тем не менее, хотите меня поддержать рублем, то, соответственно, с радостью приму вашу помощь, вашу поддержку, а в абсолютно любом материальном денежном эквиваленте, ребят. За то, что куда пойдут средства на окопленные, тоже, ребят, не беспокойтесь, потому что потом, да, по достижении нужной суммы, я буду делать потом на канале, выпускать ролики с, скажем так, видеоотчетами, то есть какое оборудование я купил, будет такой анбоксинг, ну, как бы, чтобы те, кто вкладывали деньги, да, в это все отдавали деньги, они убедились о том, что, как бы, все честно, да, и передные деньги, они пошли, ну, действительно, на то, на что и планировалось, ребят. Поэтому насчет этого тоже не волнуйтесь, не переживайте, я вообще сам по себе очень честный человек, и, как бы, не в моих правилах, там, намахивать вас, тем более, что я снимаю, там, себя, вот, поэтому... Все нормально, вообще не беспокойтесь насчет этого. Короче говоря, действительно, новые горизонты могут возникнуть у нас с вами, и я действительно решил заняться сейчас воплотную, как и развитием, продвижением пиара своего канала, так и выходом, то есть, контента на принципиально, ребят, новый уровень. Тоже не думайте о том, что, как бы, это какая-то, там, какой-то каприз тямочи, да, типа, вот, он, там, решил поиграться с интересными, какими-то, там, трендами, да, фишками, типа, там, хромакей и все в этом духе. Тоже вот этих вот людей хочу успокоить. Я знаю, что такое хромакей, я знаю, как работать с камерой, я знаю о видеомонтаже очень-очень много, и, соответственно, свои знания я могу воспроизвести так, чтобы это было действительно смотрелось очень качественно. Вот, и в итоге были довольны как я, так, собственно говоря, и вы. Ну, и тем более, заодно посмотрим, насколько дружно наше сообщество. То есть, за сколько мы соберем необходимую сумму, я надеюсь, что, тем не менее, рано или поздно мы ее, такие ребята, соберем. Ну что, на этом все. Все, всем спасибо, ребят, за просмотр. Еще раз говорю, что очень надеюсь на вашу помощь, на вашу поддержку. Понимаю, что сумма довольно-таки крупная, но не самая большая, там, на которую, там, собирались какие-то, там, еще, может быть, более топовые ютуберы. Я видел, я видел, на самом деле, видосы, где, там, собирали челу, там, компы за 100 тысяч, но, опять же, я решил не, скажем так, шаровать по этому поводу. Я, как бы, все вот эти вот собранные 40 тысячи действительно хочу потратить, да, на нужное для канала, для нас, для всех дело. То есть, улучшить качество контента, а сохраненные свои сбережения отдать на пиар, чтобы о канале знало больше людей, был больше притока, и, чтобы, действительно, канал занял, действительно, свое место, которое ему подобает. Ну, в принципе, все, это все, что я хотел сказать. Спасибо вам за просмотр, ребят. Надеюсь, что наша кампания по сбору средств будет удачной. И, кстати говоря, в конце еще хочу сказать, что в связи с этим всем, количество стримов, само собой, у нас в ближайшее время увеличится, и даже, может быть, для вашего же интереса я буду делать какие-нибудь, делать эвенты, то есть, челленджи самому себе кидать. Например, будем выбирать какие-нибудь синглплеерные игры, и, например, с условием то, что я пройду эту игру за один стрим, короче. Какие-нибудь быстрые прохождения будем делать. Вот, спидраны. Ну и все в этом духе. Короче, прям, посмотрим, идей много. Я рассчитываю на вашу, ребят, поддержку. Ибо обещаю, что все будет сделано по совести и качеству. Ну что, всем пока, ребят. До скорых встреч. Увидимся. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok